всем привет сегодняшний видеоролик посвящен старым моделям сделанным в ссср я вам покажу микроавтобус который в моей коллекции уже продолжительное время это rav 977dm который выпускался на заводе двигатель в ленинграде и у меня не самая ранняя масштабная копия первые микроавтобусы стали выпускать в 78 году их выпуск продолжался вплоть до 96 года моя модель где-то 88 89 года есть характерные признаки по которым отличают дату выпуска этих масштабных копий если вы в них разбираетесь то можете в комментариях написать конкретную дату моего микроавтобуса у меня к сожалению не сохранилась оригинальной упаковки и также для сравнения я вам приготовил два микроавтобуса уже новодельные китайские из журнальных серий автолегенды ссср и автомобиль на службе мы посмотрим чем друг от друга отличаются данные модели в плане детализации в плане качества покраски и сборки я выскажу свою точку зрения почему я считаю серия автолегенды ссср стала очень популярна в россии и ее продолжают собирать и по сегодняшний день конечно она поменяла название теперь это автолегенды новая эпоха но суть не изменилась и давайте сначала отложим микроавтобусы и посмотрим журнал чтобы освежить в памяти то как выглядел настоящий микроавтобус и здесь на обложке журнала есть рендер фотография микроавтобуса rav 977dm и этот выпуск был номер 47 также есть история создания данной техники фотография микроавтобус вид сбоку также есть черно-белое фото с опытным микроавтобусом rav 10 фестиваль и у меня такая масштабная копия есть в виде корпуса сделанного методом гальванопластики от vector models и не так давно на втором канале я вам демонстрировал один из корпусов кто не видел тот видеоролик то можете его посмотреть если вам интересна подобная рубрика то напишите в комментариях я ее продолжу потому что в свою коллекцию я приобрел довольно много различных корпусов от данной мастерской далее следуют другие модификации классический rav 977dm и вообще rav довольно харизматичный микроавтобус он по дизайну мне даже нравится больше чем многие зарубежные аналоги тоже есть микроавтобус lars 977 луганск и также события которые происходили в стране в тот момент кадры из кинофильмов дальние родственники nesa также renault estafette и renault у меня в коллекции есть от vtes в масштабе 1 к 43 по моему в коричневом цвете а nesa из польской серии культовые автомобили и я вам уже демонстрировал различные nesa покажу еще раз один из микроавтобусов в данном видеоролике это вполне хорошая масштабная копия которая будет смотреться симпатично на полке рядом с российскими моделями но есть недочеты и одна из больших проблем это переразмеренные колесики и такое явление наблюдается на многих журнальных моделях не только в российской серии но и в зарубежных и можно поставить нормальные колесики по размеру хорошие покрышки раскрасить салон доработать светотехнику то на выходе мы получим вполне хорошую конкурентно способную модель которая на мой взгляд не намного хуже чем аналог в коробочках eastmodels а эта модель будет стоить намного дешевле но опять же здесь есть некоторые нюансы это и ваше время на доработку масштабной копии и материалы краска и так далее и в этой модели вполне хорошо проработана нижняя часть и давайте пролистаем журнал дальше есть плакат который при желании можно повесить на стиле также есть другие ракурсы вид изнутри и у рафа очень много унифицированных деталей с газ 21 volga но это не удивительно потому что этот автомобиль сделал на ее платформе грубо говоря еще фотографии вид снизу технические характеристики и разные модификации медицинский рафик туристический также довольно симпатичный вагончик с двумя вагонами и спецавтомобиль и на задней странице есть анонс на следующий номер это газ 2410 volga и такая volga у меня в коллекции есть как из российской журнальной серии так и из польской российский вариант был в сером цвете польский в белом и в плане покраски польская модель мне нравится больше у нее не сильно залита расшивка и давайте вернемся герою нашего видеоролика довольно старая и харизматичная масштабная копия но конечно в плане детализации это не самая лучшая советская модель и если посмотреть на все микроавтобусы я думаю самая лучшая модель будет уаз я тоже вам ее покажу чуть позже в данном видеоролике и это довольно тяжелый микроавтобус у него массивный металлический корпус но пластиковое днище и снизу указан прототип раф 977 латвия указан масштаб 1 к 43 также есть значок завода изготовителя и также указана цена 3 рубля 50 копеек здесь нету надписи сделано в ссср и колесики у этой модели со сквозными отверстиями и также пластиковые покрышки и насколько мне известно такие колесики ставились на модели вплоть до 89 года и потом уже изменился их дизайн можно открыть дверцы посмотреть как сделан салон изнутри у меня пластик пожелтел потому что эта модель стояла под открытым солнцем и я думаю его можно отбелить но пока что не нашел хорошей подходящей технологии которая бы не испортила пластик если вы знаете как отбеливать эти детали то тоже можете написать в комментариях открывается дверца сзади вот так выглядит багажный отсек фонари просто нарисованы краской и по-моему они раскрашивались на заводе а дверные ручки уже обозначили впоследствии где-то в 90 году улучшали вид масштабной копии чтобы она смотрелась более презентабельно но раскраска мелких элементов не делает модель красивее также прозрачная светотехника спереди решетка радиатора белый бампер тоже раскрашен не очень аккуратно и у этой модели немножко подрессорена подвеска вот такой симпатичный автобус и давайте покажу вам более позднюю модификацию и это медицинский вариант уже российская новодельная модель но она собрана более менее аккуратно и микроавтобус интересен тем что у него очень много различных мелких деталей тоже открываются дверцы вполне нормальные зазоры открывается крышка багажника присутствуют носилки также дополнительные элементы в медицинском отсеке можно открыть дверцы с правой стороны и этот микроавтобус более-менее хорошо покрашен правда у него тоже есть уже ряд упрощений это пластиковое днище на ранних рафах оно было из металла и более простые колесики на ранних моделях колпаки были отдельными а здесь уже все единое целое просто в хроме ну и вот такие покрышки и тоже есть некоторые недочеты по сравнению с 977 моделью например у нее прозрачная передняя светотехника здесь просто лампочки сделаны в хроме и покажу вам на мой взгляд наиболее удачный микроавтобус это уаз это тоже новодельная масштабная копия но она не сильно упрощена по сравнению со старым советским аналогом правда уже исчез хром просто белый полупрозрачный пластик но у этого микроавтобуса очень красивый розовый цвет еще металлическое днище написано сделано в ссср но просто не меняли литьевую форму и у этого микроавтобуса тоже открываются дверцы можно открыть боковую дверцу правда задние створки глухие но хорошо сделаны фонари и также огонь заднего хода и присутствует сцепное устройство и можно при желании что-то поставить потому что как видите сцепное устройство можно сказать рабочее и покажу вам журнальные модели первый обычный гражданский рафик в красивом салатовом цвете наверное этот цвет более характерен для настоящей техники нежели у советской модели здесь он какой-то болотно-зеленый и вы можете наглядно видеть в чем разница конечно в этом плане китайское изделие выигрывает и на свою модель я поставил другие колесики изначально на этом микроавтобусе они были переразмерены как на ныса и в таком варианте микроавтобус тоже выглядит более презентабельно уже лучше проработана ходовая часть есть глушитель задняя светотехника тоже нарисована но выглядит более ажурно и вот именно поэтому люди начали собирать журнальную серию потому что до ее выхода в коллекциях были только вот такие неказистые советские модели присутствовала ручная работа но она по уровню своей детализации недалеко ушла от промышленных моделей и бывали люди которые изготавливали модели с нуля например из листов жести также из картона но эти модели тоже в плане проработки оставляли желать лучшего и вот так подсадили китайцы и хитрые итальянцы от издательского дома де агостини на коллекционирование вот этих непонятных масштабных копий которые по прошествии 10 лет уже выглядят довольно забавно если вам понравился данный видеоролик то не забывайте поддержать его лайком вступайте в мои группы в социальных сетях вконтакте и фейсбуке жмите на колокольчик и также подписывайтесь на мой второй канал если вы не сделали этого раньше там тоже выкладываются разнообразные видеоролики на модели из моей коллекции а на сегодня это все пока пока